Вот давайте сейчас я вам расскажу, как жизненные задачи решать. Потому что, если мы берем бизнес, если мы берем работу каких-то команд, это вещи структурированные, здесь можно отработать технологии и так далее. Можно ли использовать векторное кольцо для решения жизненных задач? Товарищи, что говорить по этому поводу? Революция, вот, все, мировая революция. Все может быть. Значит, что, как я вам расскажу пример. Вот. Нарисовал векторное кольцо. Красота чувствуется. Значит, теперь я вам что хочу рассказать. Первая сборка сейчас такая. Первый подход. Как можно использовать технологию. Напоминаем, что у нас здесь что? Как? Да? И зачем? Да? Все понятно из схемы? Так, значит, вот представим себе, что я решаю вопрос, связанный с личными отношениями. Смотрю на векторное кольцо. Они смотрят, думаю, где тут личное отношение? Непонятно. Да, непонятно. Значит, я центрист. У меня есть такая склонность. Значит, я, у меня есть перекос. Что? Если меня спрашивают про личные отношения, я скажу, ну, конечно, это же такая важная штука. Я, вы, инстаграм смотрели, мы, я все время рассказываю, как важно, давайте работать, там, и так далее. Все важно. Вот. Ну, после того, что у меня возникает как, естественно. Ну, такая важная штука. Все. Как работать, то делать, это делать, все. Как вы думаете, дохожу я до вопроса, зачем? Я теряюсь в этом как? Вот. И это специфика моего типа. Если мы возьмем конструктора и скажем, конструктор, что ты думаешь по поводу отношений? Он нам скажет, ну, что, дитям мороженое, бабе цветы, значит, это здесь то, это сюда, опять то. У него все как? Вопрос, с чего ты делаешься там вообще? Ну, я все правильно делаю. Ну, а что это вообще такое? Ну, как? Дальше логическая конструкция. Жена, дети, там, это, дача, все. Женщина должна быть счастливой. Или там, девушка-конструктор говорит, ну, как? Все, все сделали, все организовали, все, процесс идет. Нету что. А чем они, что является сущностью-то этого дела? Ну, там, для меня, как для центриста, что такое-то? Тепло, эмоционально, какая-то взаимосвязь какая-то, ощущение психологической поддержки, ощущение какой-то защищенности там и так далее. Ну, такая, ну, я же социальный тип. Ну, вот. Значит, ну, для рефлектора. Я его спрашиваю, что такое отношение? И он такой, у него сразу эти перья, вот, и это, или драма-драма, вот, что начинает рассказывать, как все чудовищно, или как все прекрасно в моменте, или еще что-то. Начинается куча образов, вот, жара, конечно, вот, куча образов, и спрашиваешь, а как ты строишь-то их? И он с недоумением смотрит на себя. Что? Ну, девочка одела платьице красиво, строила отношения, вот, юноша что-нибудь там сделал сверхъестественного, испортил этот асфальт, вот, перед домом, ну, он же все, это его как? Так, значит, я таким образом показываю, что когда вы решаете свою обычную задачу, жизненную, любую, вы ее смотрите со своего типа, да, со своего кольца. И вот хитрость состоит в том, чтобы после того, как вы нарисовали себе, значит, этот, вот, это, вот, поняли, что у вас здесь вот, в моем случае, что, все понятно, в другом случае, зачем, все понятно, в третьем случае, как, все понятно, заполните кольцо, про которое вы меньше всего думаете. Я должен отвечать на вопрос, зачем мне отношения? Не что это такое, а зачем? Потому что в моей теории все хорошо, все это замечательно. А это тебе зачем нужно-то? Ты какую, ну, что ты решаешь этим? И здесь возникнет какие-нибудь дефициты, которые пытаешься закрыть этими отношениями. Здесь у тебя возникают какие-нибудь, эти, как его, потребности, ну, я имею в виду, утилитарные какие-то соображения. Это эмоциональные, это еще что-то. Здесь возникнут... Зачем мне нужны отношения? Это сложный вопрос. Вот, да. Нужны ли мне яркие переживания, например? Страсти, мордасти? Кому-то надо. Надо ли мне? Неожиданный взгляд. Я так не думаю про это. Понимаете? И вот задача начать себя расфуфыривать на вопросы, на которые вы никогда не отвечали. И после этого уже чертить векторы обратно. Ну, в моем случае обратно, потому что я центрист, я смотрю из внутреннего кольца. И вопрос, а после того, как это зачем, какое у меня здесь будет как? Совсем не такое, как и что. Потому что и что у меня будет все логично. Отношения самые важные в жизни. Надо все на это положить. Все кладешь, кладешь, кладешь. Потом думаешь, господи, что это было? Вот. Да. Центристы так иногда делают. Вот. По-другому будет. Это как будет совсем другое. Улавливаете? Ну, если мы возьмем конструктора. Значит, у него все, как бы сказать, в этом... Ну, тут нарисуем другой кадр. Ну, неудобно. Да. Конструктор. Значит, конструктор у нас в как? У него все понятно вот здесь вот. Он делает кучу правильных действий. Но почему? То есть зачем? Какая смысл? Он про это не думает, потому что он знает, какие правильные действия делать. Если ты знаешь, какие правила действия делать, зачем тебе знать, зачем? Согласитесь. Какую ты задачу таким образом решаешь? И мы начинаем спрашивать конструктора о потребностях, про которые он вообще не думает. Он просто как заведенный автомат делает, ну, как бы, набор действий, которые его обучили, да? Или которые у него сформировались, потому что есть конструкторы, их толком не обучили, там, отношениям тем же. Но они несколько раз натыкались на жизненные перипетии. И из этого они строят конструкцию, как надо, значит, строить отношения. И воспроизводят одну и ту же модель, доводя этих несчастных девушек до умопомротения. Те думают, что за этим что-то кроется, а там не всегда. И дальше, если он задается вопросом, опять же, зачем ему эти его отношения, что он хочет, какую потребность он хочет таким образом удовлетворить. То его как будут реновироваться? Там, глядишь, узнает и что это. Вы смеетесь, но для конструктора он узнает, что такое отношения в отношениях. Если будет в них гармонично функционировать. До этого нет, вы его туда не запихаете. Рефлектор. Значит, рефлектор совершенно не понимает. У него вот в его действиях, их много. Ну, особенно, если это отношения. Там вообще их просто вагон. Там, и полумесяцем бровь, понимаете, и хлопанье дверями, там, и крики, нахрена ты это все меня оставил, и вообще, как ты посмел, там, и прочее. Они вообще не задумываются, зачем они это делают. Это не зачем, а что они делают этим делом. Ну, то есть, они производят кучу активности. Ты спрашиваешь, это отношения ты строишь? Ну, да. Вот. А какие отношения можно так построить? Ну, просто интересно. Хлопанье дверью. Гневная смска в три часа ночи. Значит, припадок, значит, по случаю, значит, неправильно повернутой головы с не той осью, там, и так далее. Ну, как бы, что ты строишь? Ты его строишь? Или ты ее строишь? Это такое, я понимаю. Но это не отношения. И, да, у рефлектора все это зачем? Его ценность, да? Я переживаю, я страдаю, да, меня любят. Я все, я все же готова отдать, понимаете? Все, сейчас лягу здесь, вот буду лежать, и все, и все. Пусть, и пусть мир остановится, кедрень ты. Что ты строишь таким образом? Ну, что должно появиться? Ну, лежишь ты. Мир не остановился. Что ты делаешь, да? Вот этот вопрос, который у рефлектора не появляется сам по себе. Потому что для него это скучно. Ну, надо же думать про, что, это что, типа отношения, и типа все по-серьезному? А затем оно мне надо. Я хочу лежать, землю останавливать, там, и так далее. Ну, чтобы было чувство, так сказать, драматургия, поворот. Вот, значит, соответственно, очень в общем виде рассказываю, пытаюсь объяснить, что векторное кольцо, значит, является для нас инструментом перевернуть собственное восприятие ситуации и таким образом зачастую изменить восприятие ситуации, ну, как бы привычным. Потому что у меня после вопроса «Зачем?» будет другое ощущение «Что?». У конструктора после вопроса «Зачем?» будут другие «Как?». У рефлектора после вопроса «Что?», ну, вообще в целом будет коллапс. Сейчас надо будет, так сказать, проводить это реанимационное мероприятие. Вот, вот что такое векторное кольцо вот в этом, в первом подходе.